Сибирь тайга, Метенбурга, на сотни верст ее пределы, а душу рвет и давит тело моя Сибирь. Так, я вот вышел в прошлый раз, вышел сюда, нажал Alt F4, чудо, что все сохранилось, ну очень уж у меня горело, я уж понимал, что сейчас вот чуть-чуть-чуть я уже на орбиту, так, кстати, а то я куда пошел-то, вот, выйду на орбиту, блядь, Сатурна, на тяге, сами знаете, откуда, это что такое, тряпочки, тряпочки уже брать некуда. Да, собственно, почему не раздеть вот этого солдафона на тряпки, вот, из-за его ватничка, я думаю, коктейльчиков молотова можно много наделать. Так, опять текстура тряпки, смотрите, через пол, нет-нет, проходит, нет, мне кажется. Дождите, тут никакого секрета нету, да, я сюда вот залез, чисто вот ящик залутать, что ли? А что так сложно-то? Да, вот та еще обезьяна Лара Крофт с такой высоты прыгает, все ни по чем ей. Блин, с Персией, мать ваша. А, тут я все уже забрал, хорошо. Очень хорошо. Горючая преграда. Говнючая это преграда, не горючая, что значит горючая преграда? Словосочетание, блядь, горючая преграда, это как будто она уже горит, а ее надо потушить. Горючая преграда. Стрелять, колотить, нассать в нее в лапсе. Я нашел каску, хотя на самом деле в этом ящике лежало две стрелы и шестеренка, лут от бога. Так, бутылки, насколько я помню, были где-то здесь. Давай, Dark Souls, Dark Souls, коврочек, коврочек. О, нет, не то. Мы не сдаем алюминиевые банки, Гарри, это слишком дешево. Мы сдаем бутылки. Бутылки выбор чемпиона. Сюда, кстати, какой-то механизм такой стоит, неужели его не надо покрутить? Нет, не надо. Лишь бы что покрутить, да? И... Феерическое прохождение говнючей преграды. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что ж такое-то? Там огня-то, господи. Это, я так понимаю, то, что может сломаться, да, под моей жопой. Я же прокачал этот чудодейственный скилл инстинкта. О, как это, чувак-то, тело не может так висеть, оно бы осыпалось, мне кажется, вниз сползло. И он что-то в руке сжимает? Я слышу, я слышу что-то похожее на шаги, но это... Ой, надо еще, еще поучить русский язык. Смотрите, вечная слава героям, которые... Бро... Бро... Бро-писи. Которые бро-писи... А, боролись. Бро-писи. Бро-п-с-в, блядь. Боролись. Боролись за свободу. Ну, не забывайте, что, как бы, когда вы будете смотреть это видео, там уже будет цветокоррекция сделана и гамма подкручена. Но здесь сейчас у меня ПС... Мягкий знак похож на В. Да ладно, хули, я оправдываюсь. Я просто читать не умею, я обезьяна. Которые боролись за свободу и независимость Советского Союза. Еще одна советская табличка. Свободу. Бороль... Да, это не мягкий знак, это В. Точно. А вместо ЛП. Боролись за... Ай, ну господи, ну что ж такие взломы-то долгие, а? Здесь как будто такой сэрвайвинг, как этой части игры прикрутились. Здесь просто мощнейший. Но меня бесит, что я открываю, а там пустой шкаф. Он пустой, там вообще ничего нет. Вот меня бесит, понимаете? Ну что за хуйня-то? Это... Кто-то, кто-то пустой шкаф закрыл на замок? Зачем? Чтобы пустоту не украли, что ли? Чтобы не украли вот эти вот пять кубических метров воздуха из шкафа? О, ну и... Звезда Героя Советского Союза. Это высшее звание за героизм. Видимо, принадлежало кому-то из офицеров. 74-й Герой России. Эта медаль настолько сурова, что ее вкручивали в тело. Видите, вот бол... Сука. Болтом, блядь. Даже не саморезом, болтом вкручивали. Вот, не прикалывали, а просто вот вкручивали ее. Чтобы, сука, вечно ее носил. Чтобы она потом вросла. Вообще, у Сталина была похожая медаль. Но у него, по-моему, Герой Социалистического Труда. Вроде как она желтенькая была. Господи, я надеюсь, не ошибся в названии этой медали. Это уж говном закидает. Нельзя делать такие ошибки. Так. О, автомат. Автомат выделяется. Выделяется на фоне текстуры таким образом, что как будто его можно взять. Но, на самом деле, он просто так выделяется. Так, а что еще тут? А сверху что? О, ядрит, мандрит. Что написано? Вричико. А приволю. Ну, это что-то, блин, какими-то, сука, викингскими, скандинавскими рунами. Что-то написано. Не очень силен в этом языке. Я так понимаю, что это все последствия восстания зэков. Но тогда что-то краснопролетарские солдаты как-то кучно легли здесь. Прямо смотрите как. Или их сюда типа стащили зачем-то. А если их сюда снесли, то почему не всех? Как-то я немножко вот логики не улавливаю здесь. Да ладно. Что ты да ёпся, скажете вы мне, да? А я вам такой, да не, ничего. Все нормально, пацаны. Просто, ну, раньше как-то игры продуманнее были. Да-да-да-да-да, Лара Тарзановна, блядь. Отлично вообще. Обилие загадок на выстреле тросиком поражает мое воображение. Интересно, а как тот чувак с ножом наверх забрался, если... Он ушел впереди меня? Да, из последних просто, просто вот на грани, на краю, просто вот вообще. То есть не зацепиться, да, за досочку? Ледорубы не могут пробить доску трухлявую, могут только вот камни в специальных местах одолеть. Одна шестеренка, это лучший лут. Лучший лут последних трех минут, ёпся. Что радует, что в играх научились делать игру вот этого солнечного света. Дура, блядь! Мамку ее делали. Интересно, а что стало с мамой Лары Крофт? Про папу мы уже узнали. В лучших традициях Мэнханта. По горбам, да, вырви ему ключицу. Блядь, он улетел вместе с лутом? А нет, лут дали за тихоубийство. Где он? Игра 2016... 2016 год. Труп ебнулся вниз, и поэтому он пропал. А, вон он лежит. Нет, не он. Вот там под домом, это он? Как он мог туда попасть? Что за бред? Я ожидал внизу увидеть кровавый, аж шлепок такой кровавый. Знаете, как будто вот как... Я не знаю, но лепешечка такая. Вместо этого я вообще ни трупов не вижу. И вроде как игра-то все равно уже 18 плюсом, раз тут кровь и люди погибают. Можно уж было мясо рисовать так мясо. Это всегда, ну, это кровище и говнище, это украшение игры. Мэнхонту 10 лет его до сих пор помнят, а игрушка так себе, объективно. Геймплей-то говно, но зато вот это мясо... Ой, ёптить, какое мясо. На шашлыках столько мяса не всегда бывает, сколько в Мэнхонте. Просто месилово и такое, и сякое. Самые, наверное, жестокие убийства это в Мэнхонте. Если вы знаете игру, где убийства были жестче, чем в Мэнхонте, напишите, я обязательно в нее поиграю. Лук разблокирован. Получено новое снаряжение. Вернитесь в базу. Ваш лук что-то действенным образом ждет вас у костра. Вот бы Лару, Форт Боярд. Да ну нахуй, что, все, стелсу пиздец? Пошла в жопу твоя граната. Ты беги, бля, перед ней. Я, наверное, холостыми, блядь, да, стреляю? Спасибо, не курящая, блядь. Сука, прострели ему локоть. Слышь, у тебя их там сколько, блядь? Петух, блядь, а? Сука, доморощенный. Заделай ее! Тут стреляют! Да, тут стреляют, блядь. Тут промахиваются, чувак. Граната пошла! Хуй те. Он сказал, нас рвут на части. А-та-та! А-та-та! Ну, что, тут огненная преграда опять будет, надо думать. Или это для ПВП положили? Баночки, бутылочки. А-а, и обходик здесь, да? Ага. А это куда, интересно, дорога-то ведет? Туда, куда надо, или туда, куда не надо? Так, давай сейчас здесь посмотрим, что есть. О, подожди, его разделать можно. Как в Far Cry, или где там, в Assassin's Creed был этот флаг, по-моему, можно было из кожи делать какие-то там эти, кобуру, еще что-то. Почему только из кожи животных? Почему человека нельзя было на кожу? На ремни пустить можно, можно же. Неэтично, наверное. Страдать должны бедные животные, но никак не бандосы. И пираты. Так, тут пипец, тут все выше и выше и выше. Ну, я так понимаю, что мне надо все-таки посмотреть, что там, внизу. Красноармейцы, наконец, нашли храм благодати пророка. Они остановили прочие работы и принялись грабить наследие наших предков. Но мы готовы. Вместе с пленниками и чужаками мы накопили оружие и динамит. Нужно поднять тревогу среди охранников, воспользоваться суетой и начать мятеж. Красная армия была к нам беспощадна. И мы воздадим старицы. Мы не остановимся, пока все захватчики до единого не умрут. Только так мы сохраним нашу тайну. Гениальный, гениальнейший план внезапного восстания начинается с того, что нужно поднять тревогу среди охранников. Этот план просто лучший. Я считаю, что, блядь, вот, как бы, крикнуть, иду на вы, там, поднять флаг, забарабанить в барабаны. И только потом начать убивать охрану. А может, я что-то не так понимаю, но, блядь. А, я так понимаю, что это, блядь, обратная дорога только и всего. Видите, вот туда, вон туда, вон туда. Сейчас мне сюда, я так думаю, что нахрен не надо, скорее всего. Может, там, блядь, секрет какой-то лежит, да, ебалая, рисковать. Потом опять бежать сюда столько времени. Возьмешь какой-нибудь кусочек говна там, полупризовой, в сомнительной необходимости. Слишком уж обширные здесь локации. Я даже заблудиться боюсь. Чего на книжке написано? Руск пейз. Русский пейзаж, что ли? Руск пейз. Приколюшечка. Ага. А это куда? Ну да, это фаст тревел вниз, короче. Я так понимаю. А это что такое? Блядь, говнючая преграда. Ну, что ж ты будешь делать-то? А где бы здесь можно было бы взять бутылочку интересную? Для говнючей преграды. Там артефакт какой-то. А, туда сверху можно ёбнуться, смотрите-ка. Так что мы туда ещё попадём, наверное. Ой, блядь, опять что-то. У меня не стоит. Я тут немного покопался, сохранил для себя пару файлов и наткнулся на переписку. Обо мне хуже всего, что они как будто хотели, чтобы я её нашёл. Начальник охраны знал, что я сливаю информацию. Возможно, знал с самого начала. И сейчас они наблюдают. Ждут, когда я раскрою свою цель. Вот бы у меня действительно была цель, а то обидно подыхать из-за своего дурацкого любопытства. Боюсь, канал уже ненадёжен. Возможно, они уже нашли тебя. Я совсем с катушек съезжаю, но троица их много. Они везде. Чем больше я узнаю, тем больше понимаю, что я безнадёжно влип. Так вот, ты была права. Вот бы сказать тебе это, глядя в глазах. Преданно глядящие снизу вверх от района моей ширинки. Я тут. Я не могу головы поднять. Я не там, я тут. Чё, притяжение? Притяжение усилилось? Чё это он там голову не может поднять? Типа стреляют? Внутрь чего? О, деталь пистолет. Так, ну чё, где эти красномазые? Чё, подождать, пока они сейф откроют или не надо? Ветяж начался. Это древние вещи. И надписи не на русском. Есть идеи, откуда это всё... Одним махом троих убивахом. Ёпта. Надписи не на русском, древние вещи. Я думаю, что действительно надо было подождать, пока они откроют. Либо они никогда не открыли бы этот сейф. Одно из двух. Находите артефакт. Бла-бла-бла. Вот тут артефакт. Арбалет, ёпта, древнерусский. У кого горелка? К сожалению, мы, походу, никогда не узнаем, что было в том ящике. Даже камеру туда сквозь дверь не засунуть. Так, чё-то больше ничего нет. О, бутылочки мои любимые. Кстати, кто-то написал, что вот эти плакаты, вон тебе, слава коммунизму, или что там написано, их можно и нужно сжигать, типа. Ну-ка, проверим. Да, смотрите. Сожги все плакаты с пропагандой советской космонавтики. Плакаты советской космонавтики сжигать? Да вы ебанутые. Блядь, а пропаганда советской космонавтики, это кто, Гагарин? Упс. Кажется, я забыл кое-что сделать. Блядь. Сука, как неудобно получилось-то, ёпта. Огонько! Пожалуйста, дайте огоньку. Угостите дому спичкой. А, бутылка спаунится, конечно же. Игра-то для лошков, таких как я. Давайте, давайте, удерживайте позиции. За ширинки, держитесь, мужики. Тёлочка-то на охоте. Там я в ухо застрелил, нет? Блядь, как на геймпаде стрелять? Пизда-то просто. Просто лучшая стрельба. Я представляю, как люди в танках, наверное, заебись, играют на PlayStation. Кстати, в World of Tanks на плойке бесплатно можно поставить. Сейчас я прикуплю эту карту, какую там надо, чтобы, блядь, стримить, записывать, что-нибудь делать. Да, заебись, не в доску, ничего ж нет. Там даже огня не было. Вот, и, может быть, даже устрою смотр этой игры. Там даже War Thunder есть на плойке. Пока только Арматушка отстаёт. А чё ж ты раньше убивать-то не пришёл, салабон зелёный, а? Подождал, пока я его друзей заебашу? О, блядь, ещё один пришёл отсталый. Борис! Боря, Боря! Борис! Сам ты в клещ... Ты, а, блядь, я в клещах, а ты тогда в мандовошках, понял, лох? В клещах она, блядь. Блядь, я стреляю, как в резиденты выли, куда-то в грудь, блядь. Да чудо, что хоть туда попадаю. Но зато на записи всё смотрится очень плавненько. Вот плавненький поворот камеры. Всё-таки, когда пишешь с мышки, они... Очень резко всё, как будто ты в контру играешь, прям, в рывки такие. А, это не выход, что ли? Тьфу, блядь, лошадь тупая. Типа не смогла я туда, да, зацепиться? А, блядь, чёрток резко. Я так понимаю, что у меня полный... О! Блядь, здоровье у неё просто как у хлебушка. Херрак! Ну, пиздец. Опять этот... Это этот, сука. С щитом, который из... То есть... Из Rainbow Six. Да, и граната, блядь, отлично. В УЗИ там какой-нибудь. В УЗИ. Опчики! Хуй ты угадал, ёптолинь! Блядь, и на огонь ещё кинул, мудак. Ну, мудлан, блядь, а. Одним ударом он прям... Пиздец у него... Дубиночка и урон больше, чем, блядь, из пистолета или из автомата. Это меня умиляет, конечно, вообще полностью. Какой из этих петухов? Кидает всё, ебанэ. Ну, просто забило, смотри его прям. Блядь, я же уклонился, говно-то. А я-то твой рот, наоборот, блядь. А, это парирование просто включается, что ли? Я просто нихуя не вижу, блядь, с этой камерой. Где, чё? На, пидорас, блядь. Пиздец, блядь, заебала эта боёвка, блядь. Уебанская просто нахуй, говно, блядь. Мамонта, ёбаного, блядь. Затраханного, блядь, мышами, сука, в очко, блядь. Нихуя не понимаю, чё делать, блядь. Да, ты, я и мама твоя, блядь. Да раз, блядь, не доделывай. Надо уклоняться или не надо, блядь. Теперь он только, блядь, шлим. А, чё, сука? Щит-то ростовой, но, блядь, ты, походу, блядь, перерос такой. И чё? А, туда. Столько аптечек, блядь, ну, пидорасы. Просто пиздец. Вот и качай эту, блядь, железная кожа, здесь железная рожа, блядь, говно, это всё. Толк-то, блядь, всё равно одним ударом всю жизнь не сносит, да и нахуй. Ещё и трое сразу. Одного-то ещё убивать не научили, блядь. А наш этот друг ещё жив, да, там, блядь, типа? Полчаса назад звонил, говорит, голову не могу поднять, до сих пор его убить не могут. Видать, все самые крутые пацаны пришли меня убивать. Что-то мы больно часто друг друга спасаем. Ты охуеть какой ниндзя. Рада, что ты цел. Это и есть сквозной путь? Да. Я голову поднять не могу, смотрю, блядь. Один тут какой-то его кошмарил, блядь. Дурачок с автоматом. Я не отстану. Мне всё ещё нужны ответы. Мне всё ещё нужны ответы на ЕГЭ. Шестнадцатого года, блядь. Заброшенные шахты. По этому пути мы пройдём сквозь гору. А у меня волшебная нано-палочка. Всё, что они не кисты не пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно. Каково? Сталина, конечно. Из глубина, да. Чувак, ты или иди быстрее, или, блядь, в одном из таких проходов тебя через 300 лет найдут. С проломленной башкой. Уже нет. Это всё усложняет. Заебала эта русофобия. Сибиряки и красные, типа, они тут друг против друга тут воевали, да? Из-за них тут всё рухнет. Какая-то неизвестная доселе гражданская война произошла. Яков, по-моему, только что таким валуном по еблу получил, что просто у него шансов нет. Что происходит? Твою мать, вы что, откопали-то, блядь? Сука, иди закапывай. Куда побежал, нахуй? Блядь, пидорасы. Где мой автомат? Блядь, захуячуся. Да, бля, вообще. Сука, ничего там такой. У медного всадника под жопой камень меньше, чем тот, который сейчас на лару ёбнулся, по-моему. Ебать. И такая же залупа была в предыдущей части, кстати, прямо в начале игры. Она там тоже ползла и её камнями заваливала. Ctrl-C, Ctrl-V. Игра новая, я вполне. Хуяков, блядь. Ты потише. Сейчас, сейчас, руки трясутся. Заткнись там, нахуй. Заебал. Это что за нахуй, рыбакоп, что ли, блядь, какой-то охуенный? Это он гранату кинул ещё? О. Я в хэдашники раздаю? Да ладно, чё свершилось, я играть научился. Искупая слеза покатилась по моим щам. Чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Толкать. Идти. Некоторые объекты можно двигать. Вы же, блядь, написали бы мне это до того, как я это сам понял. Тогда бы я оценил вашу подсказку. А так, господа, вы опёздало. Опять же, блядь, блядь. И что теперь? У меня дома так же примерно лифты ездят. До сих пор к шахте притираются. Двадцать лет. Так, 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 так. Что, больше ничего нет, что ли? Дождите-ка. Мне нужно попасть туда. Ага. А, мне это уже не надо. Пора бы запомнить, что ископаемая руда мне больше не нужна. Гранаты я всё равно из баночек не делаю. И быкал. Это пригодится. Да? И нахуя тебе это надо? А, Рэмбо косплеить. Если у тебя есть ледорубы, которые, блин, длиннее, убойней. А, резание верёвки. Ну да, ледорубом ты не отпилишь. Нихуа-хуа. Я думал, пилить будет. Она такая, канат отрезала просто, как, блядь, ниточку со свитера прихватила. Ёб твою мать. Я, бля, представляю, как эта бобёнка салатики шинкует. Может, если порезать вены, мы больше не будем играть саму-райтера? С прибытием. О, очко навыка. Шедевра лития. На подъёмнике подняться не получится. Да ладно. Погнали искать другой путь. А чё так? По-моему, он ещё вполне себе ездит. А чё, понятно, обратно надо прыгать. Как вам мой прыжок, не правда ли заебательский? Я просто чё-то не улавливаю. Я не понимаю ту комбинацию кнопок, которую надо нажать, чтобы... А, я понял. Охуеть. Ничего себе. Это надо заметить. Бля, вот ледник охеренно нарисован вообще. Очень классно. Удобряю. Не, вообще, вот в этих моментах, вот здесь, вот в этой пещерке, ну, я уже говорил, да, игра света и теней, вот когда её научились делать в играх, график сразу стала смотреться. Похрен на текстуры, да, что тут как-то, может, не очень всё. Но, блядь, свет, тень, вот это всё, вот это, конечно, огонь. Ютуб вам сожмёт качество, вы, скорее всего, не оцените, но если сами не играли, особенно. Ну, поверьте, что смотрится обалденно. Вот оно будущее. Настало, наконец-то, блядь. Ах, давай, чтиво. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими донесениями как можно скорее. С тех пор, как мы нашли развалины, новых приказов не поступало. Продолжаются исследования реликвий и свитков, найденных на раскопе. Конечно, это покажется невероятным, но, похоже, перед нами развалины легендарного Китишграда. Да-да-да, бля, в Сибири. Некого мессии или пророка. Если я правильно понял текст, он бежал из Византии приблизительно в X веке. В записях говорится, что с собой он имел некую могущественную реликвию. Работы на руднике временно прекращаются. Я намерен выяснить все об этом таинственном пророке. Насколько я помню, я читал в книге «Таинственные и загадочные места планеты Земля» и про Китишград, но там очень мало было написано, чего о нем. Самая общая информация, насколько я помню, он на дно какого-то озера ушел большого. И что типа со дна слышны колокола иногда, по легенде. Но это, блядь, точно не Сибирь была. Я не помню, где он, но, сука, точно не Сибирь. Наверное, где-нибудь под Киевом там или Новгород. В зависимости от того, киевская тогда была Русь уже или нет. Еще вернее. Ну, он был такой, в центральной части Руси где-то такой, блядь. Я даже песню знаю про Китишград от группы «Оберег». Да, какое фигня, я что-то не слышал. Да, это красота. Мечеть, что ли? Да, красотища. Какая красотища. Врагов тут просто тища. Я смотрю, вы Анну все знаете, да? Чувак, эту стену не в торопях возводили. Ей уже 300 лет, блядь, поэтому она осыпается. И даже больше. Сколько тут? Тысяча? Тут тысячами лет, да, упоминают? О. О. О, это тема, вообще, канистрочка. Подожди-ка, он сказал, что вот эту стену можно пробить. Может, это какая-то секреточка? Я сейчас как найду ее, блин, как стану. Просто охуенно. А, это отвлечь. Это не взрывалка, да? Как выбросить, нахуй, эту банку, блядь, взять другую? Ну, в воду. Пиздец, как тихо. Подожди-ка. Вот этого товарища можно забрать. С левого тоже. О, и она ножичком их просто вообще уделывает. Ну, это такой детский стелс, он слишком простой. Говорят, надо было играть на последней сложности. На последней сложности с шутером на геймпаде я бы не справился вообще никак. Ну, блядь, не мое это на геймпаде в штаны играть. Может, если бы я практиковался постоянно, да? Может, оно бы и выгорело. Не, если бы там была дыра в стене, да? Если бы стена разрушалась, она бы, наверное, подсветилась, я так думаю. Ремесленный инструмент. Это что еще такое? А, пассатижики? Обосраться. При помощи инструмента можно разблокировать новые улучшения для оружия. Пиздец, где связь? Хуй его знает. Так, ну, чисто ради того, чтобы моя совесть спала спокойно. Да. Мы... Это не я, не я, не я, не я, не я, не я, не я днище. Это вот этот солдат-долбоеб сказал, что оттуда сквозняком тянет и стена слабая. Я проверил его информацию, он либо лох, либо пиздабл. О, боже ты мой, опять чтение, да? А, это карта. Мы доставили главную пещеру тяжелую технику и попробуем пробиться в храм, даже если для этого придется сломать его древние врата. Мы уже добыли и зарегистрировали сотни реликвий, но потеряли в шахтах двух охранников. Я лично допросил пленников из местных, они уверяют, что понятия не имеют, куда пропали бойцы. Ну, два охранника это потеря, да. Они клялись и говорили, что они знают, но все равно получили. Получили эндюлей, иголки под ногти и все такое, наверняка. Сомневаюсь, что они умерли в легкой смерти. Два охранника Лара, вон, уже 800 охранников перебил. Не, ну это красная армия, они там бойцов-то считали, мы же знаем даже. Так этих не злутать, да. Отлично. Сломалось все именно, когда баба сюда подошла, да. Вот что значит, женщина и техника. Погоди-ка, а это что? А, бочку можно? Я, конечно, все понимаю, но я не понимаю, с какого хуя бочка взрывается, если на нее наступить. Блять, логика, пошла ты нахуй, да. Пиздец, блять. Я в шоке. Товарищи, я убедительно прошу вас ознакомиться. Кто так читает текст, который начинается со слова «товарищи», бездарный ты человек. Итак, станция «Свобода» и оперативное донесение 4 ноября 70-го года. Товарищи, я убедительно прошу вас ознакомиться с моими донесениями. У нас критическая нехватка персонала и провианта. Заключенные подняли самое настоящее восстание. Захватили раскоп и прилегающие комплексы. В качестве ответной меры я приказал расстреливать пленников из числа местных жителей. Если нам повезет, повстанцы сложат оружие и сдадутся ради спасения соплеменников. Ура, товарищи! Вот так, блять, вот так, вот надо как, вот. Вот так вот, вот так вот, вот, вот так вот. Вот там, смотрите, ЗИЛ такой висит. А, Урал, Урал висит. О, у меня еще и пушка там. А, и канат в пушку. Они из пушки канатом выстрелили? Что происходит? Ох, тут, блин, вообще уже просто, ну, на последней сопле держатся. Да, блять. Разве для того их вешали, чтобы... Разве для того их вешали, чтобы вы их ломали? Дама. С Амстердама. Так, сюда никак, да? Ну да, надо туда к пушечке, я так и подумал, что. Да, графика в этих моментах просто огонь, огниво, огнище просто. Ух ты, ёб твою мать. Ну, что, висеть будем или, блять, подтягивание начнем ГТО сдавать? Ой, пизда, мне кажется. Но дверь сейчас, похоже, сломается. А, ёб твою мать, корова, сука, огнище. Хе-е-е-е. Внизу там такой звук должен был раздаться. Хоп. Ну, чё, чё надо сделать, я вообще не понимаю. Вот она, в этот раз она перелезла в прошлой, но ни в какую. Подожди, подожди, чё мой ЗИЛ, мой ЗИЛ собирается. Видите, пушка. А канат торчит прямо из ствола, но это же глутупо. Тут надо подтолкнуть, но предлагают... Предлагают подтянуть. Нет, подожди, я думаю, что... Расточительство выбрасывает телегу камней. Она может пригодиться, если надо будет ЗИКУРАТ построить. У двери привязана вагонетка. Да? На вид тяжелая, может сорвать дверь. Я думаю, упавший Урал может сорвать дверь. Просто ты не можешь его руками подтолкнуть, потому что ты хилая тёлка. А там надо толкнуть-то... А, чёрт. Строительство ЗИКУРАТа отменяется, твою мать. Придётся выбросить. Нужно больше камня. Нужно больше силы. А когда гробницу очередную найду, будет... Нужно больше мозгов. Давай, давай, давай. И? Ну и чё? А теперь перерезать? Обалденная механика. Прощай, Урал. Ну а камни-то схуяли, посыпались. Я вообще не понимаю. Обосраться, эпично. Вот если бы ещё здесь Годзилла вылезла. Это был бы вообще. Чё, стрела, наверное, дотуда нет, да? А-а-а. А-а-а, мне ещё туда надо. Ничего-си. Маршрут. Бля, вот этот геймплей, конечно, интересный. Когда вот ты лазишь по такой эпичнейшей пещере, где вот прям вот такие вот эпичные сценки, это, конечно, крутизна. Но когда... Когда начинается, скажем, галимая перестрелка против 100-500 солдат, это уже, конечно, вот... Надо было в другой игре реализовывать немножко. О, пророкс. А, это чудотворец, помню, да? Николай, Николай, Николай. Чудо нам подает. Ху-ли вы тут делаете? Сукины, блядь, дети. Сейчас. Ой, блядь. Ты чё, блядь? Ты на кого, блядь? Батончик-то свой, сука, крошишь, блядь, а? Всё, пизданули. Пока я, блядь, пытался схватить канистру и в них бросить, да, чтобы по-научному пройти этот момент. Да, возле фресок. Хуе фресок. Чё ты там жмёшься у почек? Да, прикрывающий огонь твой божественный, чувак. Так, пошёл нахуй джойстик, блядь. Давайте, пидорасы, ещё раз. Сейчас нахуй вам покажу, блядь. Да хули ты? Ну чё, сука, повоевали, блядь. Вот так вот на геймпаде, ёпта. Дела делаются. В смысле, на мышки. Хуяк, хуяк, хэтшоды. О, ещё? Да, вы её обошли. А как, блядь, сделать? Как ты молотова на этой? Ёптауя мать. Только я сказал про перестрелку со сто пятьсот солдатами, вот она. Блядь, я не знаю, как лечиться на клавомыше. Это пиздец. Ну ёптауя мать. Чё, как в армате снаряды летят куда-то за круг разброса. Я просто буду сидеть здесь и, ебашь, ухать сюда. Блядь, я не буду здесь сидеть, там. Моё укрытие. Да ну нахуй, вообще, это чё такое-то, блядь? Они сзади, что ли, нападают? Я вообще не понял, вот сейчас откуда они взялись-то. Там, возле пресса. Всё, надо взглянуть. Ну же, погонь. Ты не хуйню эту заряжай, дорогая, блядь. Да, 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 всё кончено. Схватился за свои ножи. Немножечко сдох. А угостите даму спичкой, сука. Блядь. Блядь, это бронированные, что ли, пришли, пиздец. Удачное сочетание игры на мышке, блядь, на геймпаде, на всём. Да, да, банка, блядь, вовремя попалась. Дымовые гранаты, да, вот нужны они сейчас. Тысячу лет, блядь. После боя. Ну чё за... Всё-таки, блядь, не сравнить, конечно, шутан на мышке и шутан на геймпаде. Это, блядь, просто земля и небо. Настолько геймпад сосёт. По скорости реагирования, по возможностям, блядь, гибкого контроля. Просто вообще, блядь, рядом не стоял. Надо какие-то новые решения искать для геймпада в плане шутеров. И это точно не сенсор, потому что на плотичном джойстике сенсор, это просто вообще не знаю, для чего он сделал. Найден тайник с монетами, обоссаться. Вот это что? А-а-а. О-о-о. Я-я-а. Чё с разгону, да, наверное? Блядь, тот лестницкий? У-у-у, блядь. Сука, меня просто тигринная реакция спасла. Ха. Это чё у нас тут? Очко-навык, ещё одно. Снять меча из золота, украшенное камнями. Он принадлежал знатному византийцу. Конечно, Гвину, повелителю пепла. А лезвие сломано у самой рукояти. Наверное, во время битвы? Ну да, тут, блядь, не надо быть экспертом, чтобы заметить, что лезвие сломано. Во время битвы, это ж какой дурак, блядь, с золотым мечом размахивал. Он же пиздец какой тяжёлый, наверное, был. А прочность какая. Обалденная, наверное, была, рассломался. Так. Ну, слушайте, на самом деле, чтобы избегать вот этих ловушек, никакие нахрен чутьё не нужно, они видны. Так что я перк выбрал просто знатный. Как профукать одну очку опыта? Выучить перк на ловушке. Так, так, так. Блядь. Оу, ради этого зря ещё стоило подохнуть. Я не знаю, почему она, дура, не прыгнула, блядь. Ай, корова ты, Лара, корова. О, пиздец, опять шутан. Блядь, я в тебя тоже могу много чё бросить, чувак, только мимо, блядь. Блядь, я в тебя, я в тебя, я в тебя, я в тебя, я в тебя. В тачку залезу сейчас, засуну уже. Чувак. Ебанус. А чё за хуйня? Пиздец, там чё за бомбардирование? Как быстро-то гранату изготавливает? Ну и кто по мне гранату-то кидал, я не понял. Этот, что ли? Снизу? Одну за другой, блядь, навафлил мне. Блядь, вообще пиздец Читер какой-то был Я читера мочканул Деталь винтовки Со скользящим заствором Что это? Огромное ведро? Интересно Что это за конструкция? Ну, конечно, кто бы сомневался Что под весом ее могучей жопы, блядь О-оу А мне туда? Если привязать остальные тросы, я смогу сорвать дверь с петель А, мне назад Такие эпичные конструкции здесь разваливаются просто Обосраться, блядь Не, ну крутизна, конечно, базара нет Вот это прикольный момент Если вот шутер из него убрать еще этот долбанутый Ну как, не совсем убрать, но он какой-то, блядь, дикий Они вот просто толпой в одном месте наваливаются Потом опять шутера никакого не происходит Если обрушить подъемный кран, он сорвет дверь с петель Ну и че? А-а-а Ёпта И что, это перетянуть? Она тележку одну еле двигала А теперь с ведром это двигать, да? Чтобы зачеркнуть воде и воду, можно использовать канатную лебедку Ага Так у меня не хватит сил Я понял То ли дело тележку толкать, да? Много сил, типа, не надо Ну че, работает? Я че-то не вижу, что воно приближалось А, это лебедка, блядь, ее крутить надо Сука, я че-то провафлил уже этот момент про лебедочку Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку Бадья Зачем на кране висела эта бадья? Раствор для цемента делать, что ли? Куля, она дырявая, это как китайский гандон Да, ломать не строит, че, нормально И че? А, прыгнуть надо Ай, ёпта, хули экран-то погас Ничего не вижу Джаронимо! По-моему, она не должна была долететь ни при каких, сука, раскладах Ну, это Шлара Кров Галопом давай, цокай, каблуки Шевели каблуками, ёпт твою мать На пять, на последних, сука, сих, в миллиметрах, на последних, господи Не надо держаться, мы все знаем, что ты, блин, немезида Должна чувствовать боль Это должно быть бессмертный пророк Блядь, на Нептуна, на какого-то похож на Посейдона А это Изображение исхода его народа Из сирийской пустыни Так похоже на Моисея, блин И построили великий город Ты это все по картиночкам поняла? Китиш Да, из Сирии, блядь Они Китиш построили Для защиты города и его жителей Пророк создал армию воинов Опошляйте, опошляйте Изображено В руках явно не святое источник Яблоко Эдема, сука Это своего аудитора спросил, он тебе скажет И его воины создали для него атлас Чего? Чтобы пророк всегда знал свой город с его тайнами Карта города Она укажет путь к святому источнику Да, графика, блядь, безумно, конечно, красиво все это В некоторых ракурсах безумно красиво все это смотрится Вот в таких вот, вот видите, где свет Вот как свет падает на камни На пыль, вот на это все Мрамра Вот, вот, вот Вообще пиздец, 60 фпсов, конечно Это, блядь, нечто Да Все-таки приятно, что хоть графикой Хоть при всем моем бубнижей Ну дежей, ой, блядь, на золоте Как свет играет Есть чем повосхищаться все-таки, да Ладно, короче, думаю, что на этом эпичном моменте Можно на самом деле заканчивать И так затянулась серия Так что-нибудь жмите, что-нибудь пишите И все такое Продолжение следует...